Музыка Раздвигаем заводное кольцо при помощи вот этого концевого губа, зуба, блять, какой я ересь несу Привет всем, снова с вами Сахалинец За окном весна, середина мая, середина рабочей недели Погода вообще, капсдец, какой-то дождь каплит, холодно А я снимаю одиннадцатый обзор с колес Итак, в прошлом выпуске я рассказал о своей новой сумке для рыбалки Называется она Markfish Mini Back 2 И я ее понемножечку снаряжаю, обвешиваю аксессуарами, которые мне могут пригодиться на рыбалке Конечно, если бабла много, то можно приобрести мультитул типа Leatherman или что-нибудь похожее Но мы люди экономные, за окном кризис, в стране вообще бардак Поэтому пользуемся отечественным производителем В данном ролике я расскажу вот о таких пассатижах от компании Stinger под названием Guide Поехали Итак, рыболовные щипцы, ну они же пассатижи, называется Guide от компании Stinger Как и большинство бюджетных вещей произведено в Китае Но меня это не парит, так как Китай сейчас делает вполне нормальные вещи Ручки из ABS пластика Расцветка мне не очень нравится, так что может быть закрашиваем маркером Сразу же минус по рукояти То, что сделал он по-сетьимости под маленькие китайские ручки У меня в принципе не лапища, но хват нормальный Вот не хватает еще вот таких выемок под пальцы И неплохо было бы резиной Но это уже придирки В принципе, для чего же я их взял? Давайте сейчас покажу А, ну сразу характеристики, то что длина у них около 16 или там 17 сантиметров И вес, по-моему, всего лишь 120 граммов Продается для них специальный чехол Но так как я их беру для сумки Просто-напросто привешу за ретривер и положу в один из карманов А кроме ABS пластика, по утверждению производителя, используется нержавеющая сталь Насколько правда, хрен его знает Итак, убираем фиксатор, получаем подпружиненный механизм Если эта пружинка сломается, ну я не знаю, насколько будет удобно Для чего взял? Точнее из-за чего? Вот, на конце имеется вот такой специальный зуб Который помогает разжимать заводные кольца Девайс очень полезный Вот в качестве испытуемого мы возьмем вот такую вот блесенку миниатом От компании Miara Да простит меня Дима Подковыров, автор этой блесны То, что я изменил ее цвет И зеленый сделал вот такую популярную среди форелятников окраску семечка Итак, заводим вот этот концевой зуб за кольцо Нажимаем И все Далее мы можем спокойно снимать наши, я не знаю, ну тройники, крючки и так далее Даже не буду продолжать И так видно, что работает Очень удобная вещь И как мы видим, даже на мелких приманках можно ее использовать Вот, это первое предназначение Второе, я все время думал, для чего вот эта вот кругленькая выемка Ну, как по гуглу почитал, оказывается, опять вот наш подопечный Miara Если вдруг у вас разгибается крючок Вы можете его согнуть, используя пассатижи А можете завести вот в это полукруглые, я не знаю, как выемки, не выемки И подгибать уже для того, чтобы он не выскальзывал Ну, опять-таки, это теоретически И в принципе работает, наверное, на прямых крючках Потому что вот с такой вот сложной формой крючок выскальзывает Далее, некая приспособа для обжима заводных Прошу прощения Как называется, господи, блин, на поводки-то что делают там Обжимы трубочек, во Не пользовался Далее, пустое пространство, вот интересно Здесь можно было бы какие-нибудь кусачки сделать Но самое главное, вот Самое главное, это резак лески Вот эта штука меня очень приятно удивила С одной стороны острая, с другой стороны что-то рифленое Берем плетню и смотрим Нарезает Ну, вообще, красотуля Легкие движения Вот, честно говоря, от стингера я не ожидал Что вот так вот он будет работать Мне очень нравится И, в принципе, получаем то, что За небольшие деньги Аксессуар, в принципе, вполне качественный Так что продолжаем готовиться к рыбалкам До конца нерестового запрета осталось всего лишь Один месяц, практически ровно Ну и что-то закупаем Снимаем ролики И чахнем над своим златом Только что заметил, что совсем забыл еще Про пару фишек Во-первых, в одной ручке Сложен вот такой вот обыкновенный ножик Ну, которым, извиняюсь, коту яйца не отрежь Но, в принципе, можно подточить Поэтому какой-то полезностью она будет обладать Со второй ручки находится, как утверждает производитель, пила Ну, в принципе, если посмотреть То это мы видим, что обыкновенный серейтерный нож Для того, чтобы перерезать какие-то там, я не знаю, ремни Веревки и так далее Какой-нибудь волокнистый материал Вот теперь все Вроде бы Итак, это был рыболовный инструмент под названием Гуайт От компании Stinger Еще раз, пока-пока Тусь, запутался вообще Все, я поехал на работу До новых встреч в новых роликах Пока